Россию, Украину и я офигевал вообще от этого мусора словесного. Ну смотрите, я же вас не оскорбляю и вы меня не оскорбляете, правильно? Ну вы, наверное, один из тысяч, с которым можно хоть как-то завязать разговор. А до вас, например, я сейчас только что 24 минуты, я просто на каждой десятой секунде получаю какое-нибудь там оскорбление, и причем человек говорит привет, оскорбление, пошел и и посчастливается. И я так думаю, офигеть. Я вам объяснил, я вам могу объяснить это явление, но особенно после того, когда Российская Федерация напала уже открыто. Ну я понимаю, к чему вы клоните, да, но скажите, а вот что, вот пришел там, например, там, простой украинский парень, да, там, я не говорю о национальности там вообще сейчас. Ну не важно национальность, да, ни с той, ни с другой стороны, ни что. Да, и он опомнил и убежал. Дальше что? Ну, чтобы вы поняли, может быть, может быть, чтоб дошло до вас, кто вы? Ну до вас не доходит, кто вы? К чат-рулетке до нас дойдет, да. Ну может быть. Нет, не дойдет. Один дебил оскорбит другого дебила в чат-рулетке. Я вот смотрю, просто мне это интересно, что это такое чат-рулетке. Думаю, и вот я понимаю, что один там оскорбит другого, и что дойдет, вы думаете, до этого? Ну они ошибочно надеются на это. Как это может быть, я не знаю. Может быть, просто отношение. Ну раньше, вот большинство харьковчан очень хорошо, ну или хорошо относилось к россиянам. Несмотря там на четырнадцатый год, несмотря на Донбасс, тем не менее. Но потом как-то вот ракетами, бомбами, снарядами, войсками дошло. Не, я свою позицию вам могу сказать, если вам интересно. То есть я категорически против решения такого вопроса. Поэтому ничего насильно мил не будешь. И я считаю, что это вообще чудовищное все, что происходит. А и что? Что-что? Ну и что? И что нам с этого? Ну большинство же россиян поддерживает это? Нет, я думаю, что вы не ошибаетесь. Подождите, если вы... Вы опять, вы судите по чат-рулетке, да? Нет, нет, я не говорю про чат-рулетку. Смотрите, еще раз. Давайте отойдем от чат-рулетки. Вот просто подумаем логически. Если бы... Вы можете дать оценку, вот как здесь. Вы можете дать оценку? Да, у меня есть моя точка зрения. Я могу ее рассказать. Она на чем основывается, ваша точка зрения? Ну подождите, вы сначала ее выслушайте. Вы же меня сейчас перебиваете. Хорошо, давайте. Смотрите, я убежден, совершенно искренне, сейчас вот говорю безо всякого, без стеба, без ничего, что если бы спецоперация, война была бы бы быстрой, сравнительно с небольшими потерями, эффективной, ну если так можно выразиться, то большинство россиян прекрасно бы приняло бы это действие Российской Федерации. На что и было рассчитано. Просто война пошла не так. Путин хотел... Путин хотел, вот коллективный, коллективный, а я думаю, что я прав. А я думаю, что вы прав. Ваше население, даже сейчас говорит большинство, у большинства вашего населения сейчас отношение такое, что да, получилась хрень, но раз уж мы начали, то мы же не можем проиграть. Мы будем продолжать это безумие. Или какая точка зрения участия населения? Оно превалирует. А вы откуда это знаете? Я убежден в этом. А, убеждены. Конечно. На основании факта, того факта, что российское население... Подождите, вы меня перебиваете. Вы... Так вы же мне просто задаете, у вас монолог один. Подождите, я отвечаю на ваши вопросы. Хорошо, говорите, пожалуйста. Я же стараюсь дать вам вопрос. Вы спрашиваете меня, я начинаю вам отвечать. И вы начинаете меня перебивать, потому что ответ вам не нужен. У вас свое что-то. Вы свое проповедуете. Я ничего не проповедую. Я сижу здесь просто... Тем не менее, по факту. Я вам говорю о том, что население Российской Федерации принимает эту войну. Как вынужденную меру. Да, пошло не так. Но что же нам теперь делать? Вы хотите... У меня вопрос тогда конкретный. Вы лично хотите поражения Российской Федерации в этой войне? Я хочу мира. Чтобы мир... Мира. Вы... Каким образом вы хотите мира? Ну, мир это будет. Либо... Вы хотите... Я спрашиваю. Вы хотите найти эти ответы в чат рулетки? Подождите. Вы совершенно позиционируете себя. Вот вы говорите, вы записываете многих россиян, выкладываете. А потом говорите, ой, а вы же знаете, что у нас сейчас назвал свою войну и получил семь с половиной лет. Что вы хотите? Ну, вот вы выкладываете, да, и подставляете людей, которые после таких вот ваших репортажей, они не хотят вообще излагать свою точку зрения. И у вас складывается впечатление, что здесь, в России, все поддерживаете слово. Конечно. Потому что вам иначе дадут семь лет, и вы прекрасно поддерживаете. Вот вам и ответ. Вот вам и ответ. Еще раз говорю, что вы хотите выявить людей, которые против, выложить их, и чтобы их здесь наказали, да? Ну, неплохо, конечно же. Ну, что, нет. Ну, да. Да. А в чем проблема? Ты хорошо. А в том проблема, что сейчас в России нельзя высказывать свою точку зрения. И вы это приняли? Нет, я не принял это. А что вы сделали? А что я сделал? Что я сделал? Что вы сделали? Уехал. Уехал. Вот и все. Так если вы уехали, вы же можете тогда... А что бы сделали вы? Что бы вы сделали? Давайте. Вот вы, например, вы житель... Вот лично вы житель России, да? Что бы вы сделали? Дайте мне рецепт. А давайте я не буду говорить, что бы я сделал бы, а я вам скажу, что я... Вы опять меня перебиваете, непонятно зачем. Ну, вы задаете мне... Вы мне задали вопрос. Я начинаю вам отвечать. Дайте мне ответ. Дайте мне ответ. Хорошо, подождите. Договорите. Договорите. Вот вы начали опять свою какую-то мысль... Я хочу... Я вам предлагаю войти в роль обычного россиянина. И говорю. Вот вы житель России. Что бы вы сделали? Давайте. Рецепт. Даю рецепт. Смотрите. Я гражданин Украины. Житель Харькова. Давайте я вам расскажу, что я сделал, когда началась уже война-война. Я вам задал конкретный вопрос. Я вам конкретный ответ говорю. Вы же меняете правила игры. Вы... Я вам предлагаю. Вы как будто гражданин России. Я вас прошу дать мне рецепт, что... Я не хочу... Я не спрашиваю, что бы вы сделали. А я не говорю, что бы я сделал. Это бред. Я вас спрашиваю, что вы предлагаете сделать простым россиянам. Дайте ответ. О! Рассказываю. Я предлагаю простым россиянам брать пример с меня. Я говорю не о том, что бы я сделал бы. Потому что это бла-бла-бла, это ни о чем. Когда началось полномасштабное вторжение России на территорию Украины, началась война, спецоперации, я остался в городе Харьков и помогал вооруженным силам Украины отбить атаки на Харьков. Вы не отвечаете на вопрос. Я в том числе... Секундочку. Вы не отвечаете на вопрос. Секундочку. Я договорю. Давайте не делась бла-бла-бла. Отвечайте на вопрос. Я не говорю бла-бла-бла. Брать пример с меня того, как я делал. Как с харьковчан, которые стали защищать свою родину. Вот вы не стали защищать свою родину. А мы стали защищать свою родину. На меня никто не нападал. На вас никто не нападал. Вопрос так далее. Еще раз. Вы рецепт знаете. Рецепт знаю. Мне как гражданин в России. Скажите мне, что делать. Активные действия даже с риском для жизни. Как это сделал я. Вы рисковали жизнью? Да, я рисковал жизнью. Какую? Что вы делаете? Потому что я уже на второй день войны. Я был на передовой. Еще раз секундочку. Я бы тоже был на передовой. Именно. Именно на вашу страну напали. Вам сейчас дают 7 лет за то, что вы можете, так сказать, выступить против войны. И вы это приняли. Вы поджали хвост и остались на месте. А вы бы по-другому выступили что ли? А я же говорю, что я стал активные действия принимать, в том числе с риском для моей жизни. Да, риск был небольшой. Потому что я просто взял устройство для радиоподрыва, для управления минами, которые я делал у себя в мастерской. Приехал к нашим солдатам. Вы не отвечаете на вопрос. Прямой ответ. Активные действия с риском для жизни, как это сделал я. Что вы бы сделали, если бы вы были россиянеем? Давайте говорите, что ваши действия. Мои действия. Я начал активные действия, в том числе с риском для жизни. Скажите, какие активные действия? А это в пост включайте. Я у вас не спрашивал, что мне делать 24 февраля 22 года. Вы не отвечаете. Вы не отвечаете на вопрос. Для вас нет. Для вас. Вы не принимаете этот ответ. Я вас уверяю, если бы вы были гражданином России, вы бы точно так же себя вели, как мы сейчас. Вы просто по себе судите. Да не дай Бог. Чтобы я был гражданином России, да не дай Бог. Да не дай Бог. Да ну не дай Бог. Слава тебе Боже, что я на Москве. Блин, вы такое скажете. Ну не надо. Ну мы уже договорились, что мы не будем оскорблять друг друга. Ну хорошо. Вы так договорились, да. И вы на вопрос так и не ответили. Я вам ответил на вопрос. Очень четко. Нет. Совершенно определенный вопрос. Вы не ответили на вопрос ни на какой. Вы сказали, что только единственное, что я услышал от вас разумного, это какое счастье, что я не гражданин России. Да. А слушайте, я когда родился в России, я не выбирал, где мне родиться. Ну сейчас же вы совершенно взрослый человек и вы несете ответственность и за себя, за свою семью. Да, я несу ответственность. Я законопослушный гражданин, я плачу налоги. Вот. Вот. Чего? Вот. И на ваши деньги. И на ваши деньги. На ваши деньги. Да, да, да. На ваши деньги. Ваша страна. На мои деньги содержат в медицину. На мои деньги содержат полицию. На мои деньги учат моих детей. Которые крутят активистов. Учат моих детей. Послушайте. Да, вооруженные силы содержат, покупают бомбы, снаряды. В том числе. В том числе. В том числе. Вы мне предлагаете нарушать закон и не платить налоги? Подождите. Ваша страна нарушает все мысли. Подождите. Ответьте на вопрос. Чего? Подождите. Ответьте на вопрос. Вы мне предлагаете не платить налоги, да? Вы уже нарушаете закон. Вы мне предлагаете, я не нарушаю закон. Занарушаете закон. Нет. Вы нарушаете закон. Ваша страна напала на наше государство. Убивает. Вы мне не отвечаете на вопрос. Я какой закон нарушаю? Вы мне предлагаете на ваши деньги содержаться то, то, то. Скажите, вы мне предлагаете не платить налоги? Я вам предлагаю совершать активные действия, в том числе с риском для вашей жизни, для того, чтобы ваше государство... Подождите, вы опять меня перебиваете, я вам выключу звук нахрен, потому что я рассказываю то, что сделал я. А я не могу сказать слово, потому что вы тут же не принимаете этот ответ. Вам он нахрен не нужен. Вы начинаете нести оправдание своего государства, своих преступлений, своих убийств. Нахрен? Что вы говорите вообще такое? Это бесполезно. Только вооруженное сопротивление. Продолжение следует...